В заявлении о необходимости бизнесу платить за дороги министр транспорта сделал, находясь в Саратове. Федеральный чиновник прибыл в регион на торжественное открытие сразу двух участков автодорог. Это направление Сызрань-Саратов-Волгоград протяженностью в 15 километров и дублер региональной магистрали вдоль левого берега реки Волга. На открытии побывала наш корреспондент Анастасия Куклева. На первый взгляд новая транспортная развязка в обход села Елшанка больше напоминает лабиринт. Три пути провода и один мост через реку. Открытие этой 15-километровой автомагистрали водители ждали недолго. Реконструкция заняла всего полтора года. Двигаться по новому участку федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград разрешено со скоростью 120 км в час. При этом специалисты заверяют, что новая развязка позволит сократить аварийность и повысит проходимость участка. Саратовская область – это такой транзитный регион вдоль всей реки. И, конечно же, сегодня проекты, которые введены в эксплуатацию, они серьезным образом улучшают автомобильное движение и со стороны Самарской, и со стороны Волгоградской области. Автомобильная дорога федерального значения построена еще в середине прошлого столетия. Она была частью транспортного коридора «Север-Юг» и имела выход к морским портам Черноморского побережья. Из-за высокой пропускной способности почти за четверть века магистраль перешла в негодность. Новый участок трассы у Елшанки построен по инициативе Вячеслава Володина. В Саратовской области нет дорог на федеральных дорогах. И он послал сюда своих представителей. Они проехали по этой стороне, проехали по правой стороне. Они убедились, что ни здесь не соединена дорога, ее нет вообще, здесь 10 километров не было. Вот оно, то самое место, где никогда не было дороги. Это другая сторона Волги – Левобережье. Сегодня здесь, на границе Саратовской и Волгоградской областей, собрались жители сразу двух регионов. Открытие трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград для жителей стало настоящим праздником. Раньше, чтобы съездить в соседний регион, говорят местные, им приходилось тратить по несколько часов, следуя в объезд. Спокойно можно будет добраться до своих родственников. На тот момент, праздник или торжество, или что-то случилось, всегда по первому же звонку можно будет без проблем добраться до Черебаева и, конечно, дальше. С той дорогой, которую мы имеем, и с разрешенной скоростью на этом участке, самое многое – это минут 20-25. Запуск этого дублера федеральной трассы позволит в значительной степени сбалансировать автотранспортные потоки между двумя регионами. Тем самым разгрузив трассу, проходящую по правому берегу в Волгоградском направлении. Кроме того, эта трасса станет хорошим подспорьем для развития бизнеса. Дорога еще дает жизнь. Дает жизнь в развитии бизнеса, дает жизнь в развитии агропромышленного комплекса. А для нас очень приятно, что дорога стала объединяющей для трех областей нашей Саратовской, Волгоградской, Самарской области. Сегодня и аграрный комплекс будет пользоваться этой дорогой. Гарантия на верхний слой асфальтобетона – 4 года. А на земполотно 10 лет, уверяют подрядчики. Всего на строительство и реконструкцию магистралей в этом году было потрачено 11 миллиардов рублей. Но на этом год дорог не заканчивается, уверяют чиновники. Ремонт автомагистралей продолжится и в следующем году. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.